так номер когда мы решаем уравнение нужно понимать что мы его будем не цепочка идти вот как обычно что-то написали равно что-то написали там равно что-то написали там равно это называется мы когда выражение упрощаем и мы его решаем цепочкой уравнение не так Уравнение, заметь, уже равно есть То есть будет как? Равно выражение То есть мы тут что-то изменили То есть всегда будет вот так Что-то там равно Что-то там равно Просто левое и правое выражение будут То есть движение тут вот так идет Сверху вниз Это называется Мы решаем столбиком Не цепочкой, а столбиком Просто левое и правое Будет как-то меняться Вот давай посмотрим, как это у нас будет выглядеть именно здесь. Решим это первое уравнение. Скобки сначала. Давай вот так я запишу. x, x-2, x-1 равно x², x-1. Видим, все скобки разные, вынести не получится, поэтому мы будем умножать. Первое ты правильно увидела, что надо вот так умножить. Сначала вот так. Только пишем внизу, x²-2x. А эта скобка мы сразу не можем умножить, что мы вот это выражение уже написали. Поэтому оставляем. Вот так. То есть, по сути, что изменилось? Мы просто первых два выражения перемножили, а третье пока оставили. А здесь тоже мы уже перемножим. Вот так. Будет x² умножить на x. Что получится? x в третьей степени. Это будет вот так. Минус x². То есть, x² умножили на 1. Все, раскрыли. То есть, мы сделали одно умножение. Да? И записали строчку. Теперь мы видим, что умножение в правой части уже закончилось, а в левой еще есть. То есть, мы опять сделаем умножение. Ну, вот. Как говорят там фонтанчиком. Да? Вот так. Вот так. Перемножим. Тут четыре раза получается. Сначала один, потом другой. Умножаем. x² на x. Что будет? x в третьей степени. x² на плюс 1. Что будет? x² на плюс 1. Ну, знак, во-первых, будет 1x². Знак плюс. Можем писать 1x². Ну, пускай. Можем и без единички. Тут разницы нет. Теперь мы минус 2x умножаем опять на эту скобку. Минус 2x умножить на x. Сначала знак. Какой будет? Сначала минус. Число какое будет? 2. А буква? x². Минус 2x². То есть, можем так по отдельности. Дальше. Минус 2x умножить на плюс 1. Знак. Знак сначала. Знак. Все. Нет. Вот. Минус 2. Сначала сразу все не надо пытаться посчитать. Это будет сложновато. Сразу. Сначала знак. Только знак. Какой будет знак? Минус. Число. Нет. Мы 2 умножаем на 1. 2. Тут умножение, да? И буква. И буква. x, да. Она не в третьей степени. Нет. Тут она... Вот если бы x на x² был 2 в третьей. А тут только x и все. И больше нет буквы. Она не умножалась на другую букву. Поэтому просто x. Поэтому просто x. Понятно? Да? Все. Левую часть мы закончили. Заметь. Там идет равно. Мы его просто переписываем. Переписываем. Ничего, что немножко влево. Это ничего страшного. Вот. Видишь? У нас... Вот как я говорил. Вот такое, да? Идет. Столбик мы идем. То есть уравнения решаются вот так столбиком. Все. Дальше что мы будем делать? Дальше что мы будем делать? Ну, тут все с x. Сами мы перенесем все в левую сторону. Да? Перенесем все в левую сторону. Там разберемся. Сначала вот я кубы пишу. x3. И тут переносим будет... Что будет? Если x3 перенести влево. Мы знаем, что при переносе через левую сторону, да, знаки поменяются. Минус x3. Теперь... Ну, мы сейчас сразу не будем считать. Мы увидим, что они тут в ноль уходят. Но это мы потом. Сначала нам строго надо только перенести. Больше мы пока ничем не занимаемся. Теперь с квадратами у нас есть вот... Был один x2. То минус 2x2 был. И еще кто? Минус x2 перенесем. С каким будет знаком? Он был с минусом, но он через равно перепрыгивает. Значит, будет плюс, да. Плюс x2. Вот эти, например, не перепрыгивали, да, через равно. Вот эти два товарища. Они поэтому сохранили свои знаки. Так. И все. А еще просто x у нас есть. Вот минус 2x. Минус 2x не переносился. Все равно больше никого нет. Но равно все равно надо поставить. Уравнение должно быть равно. Это и называется уравнение. То есть там слово равно есть. Видишь? Если там ничего нету, что мы запишем справа? Вот если больше ничего не осталось. Нолик запишем. Нолик. В данном случае, когда речь идет о сложении, о сложении, ничего это ноль. А когда идет речь об умножении, ничего это какое число? Один. То есть при умножении на один ничего не меняется, поэтому множитель один всегда есть. То есть ничего может быть разным в зависимости, в каком, скажем так, пространстве ты находишься. Если пространстве сложения, это ноль. Пространстве умножения, это один. Разное ничего. Так, все. Дальше мы приводим подобные. То есть сначала мы все поперемножали, раскрыли скобки. Причем в два шага это сделали, потому что три множителя было. Затем все перенесли. И вот теперь начинаем складывать. Сначала вот x кубы у нас есть. Потом квадраты у нас есть. Видишь? И еще есть просто 2x. Так, x кубы минус x кубы будет что? x кубы минус x кубы будет? Будет ничего. Да? А ничего это сколько в нашем случае? Нолик. О сложении идет речь. Ну, то есть они уходят. Можно даже вот так вот зачеркнуть. В ноль когда уходят, можно зачеркнуть. Теперь плюс 1, минус 2, плюс 1. Сколько будет? Плюс 1 еще. Плюс x квадрат это все равно, что плюс 1x квадрат. Будет? Нет, будет. Плюс 1, минус 2, плюс 1 будет. В ноль тоже будет. Мы можем тоже зачеркнуть. В принципе, тоже можем. Они тоже взаимно уничтожаются. Ну, я так вот двойной линией сделаю. Ну, это только когда в ноль, да? И у нас остается просто минус 2x. Больше ничего не осталось. На удивление, да? Минус 2x равно нулю. Все ушло. Что могло выйти? Все ушло. Все ушло. Ну, и осталось, как решить это уравнение. Что тут надо сделать? Ну, мы можем, конечно, догадаться, при умножении минус 2 на что-то получилось ноль. То есть на что надо умножить, чтобы получилось ноль? Что при умножении дает ноль? Ноль. На ноль, да. Только при умножении на ноль получается ноль. Можно, конечно, сразу написать равно нулю. Можно. А можно, вот, типа, правое мы поделили на левое, да? Ноль делить на хоть что будет ноль. Ну, кроме самого нуля. Вот. Все, вот мы решили. Решаем столбиком. Умножаем, складываем. Вот так вот. Вот. Вот.